К истинному крещению. Для того, чтобы человек мог сказать, что он крещен, необходимо, чтобы у него была вера во Христа, как Искупителя своего, и Спасителя, и троекратное погружение в воду руками истинного священника. Чтобы понять, что же делается сегодня в храмах, подчиненных Московской Патриархии, посмотрим хотя бы малую часть свидетельств, почти из трехсот книг православия, древних светильников веры Христовой, и сравним с тем, что творится сегодня неверами и корыстолюбцами в крестильных помещениях за деньги. Крещение есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это таинство не повторяется. Православный катехизис. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Это рождение водой и Духом совершается в таинстве крещения. В крещении человек очищается от греховной скверны, освобождается от рабства страстям и рождается для духовной жизни. Крещение обладает такой силой, что оно совершается лишь однажды, хотя бы после крещения жизнь человека и не соответствовала высокому христианскому званию. С этой точки зрения крещение можно уподобить духовной лампаде, зажженной Духом Святым в сердце человека. Огонь этой лампады может то усиливаться, то меркнуть, но никогда полностью не гаснет. Главнейшей нашей задачей является разжечь благодатный огонь и яркое пламя. Необходимость таинства крещения тесно связана с присутствием греховной порчи в человеке. Человек появляется на свет с природой, уже поврежденной грехом. С годами грех, как некое злокачественное растение, растет и усиливается в человеке, и этим все больше и больше порабощает его. Так жизнь каждого человека в отдельности и всего человеческого общества оказывается отравленной грехом. От греха происходят все человеческие бедствия, преступления, страдания, обиды, насилия, болезни, физическая и, главное, духовная смерть. Все потомки Адама рождаются во грехе. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Псалом 50, 7 стих. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Книга Иова, 14 глава, 4 стих. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Первое послание к Аримфинам, 7 глава, 14 стих. В крещении же грехи омываются, прощаются. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние святых апостолов, 2 глава, 38 стих. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Деяние святых апостолов, 22 глава, 16 стих. Крещение спасает. Так и нас ныне подобно сему образу крещения, не плоской нечистоты, а мытья, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 по 22 стих. Крещение прообразовано обрезанием. Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно, да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Книга Бытия, 17 глава, 12 по 14 стих. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Послание Колоссянам, 2 глава, с 11 по 12 стих. Потому и крестят детей. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Деяния святых апостолов, 2 глава, 39 стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы и свободны, и все напоены одним Духом. 1 послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Деяния святых апостолов, 11 глава, 14 стих. Когда же крестилась она и домашние ее? Деяния святых апостолов, 16 глава, 15 стих. О необходимости крещения детей учили Иисус Христос, единственный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы уничтожить грех и дать человеку вечную, радостную жизнь. В Царстве Небесном. Духовное возрождение начинается верой человека в Иисуса Христа, желанием избавиться от насилия греха, соединенное со стремлением жить по воле Божией. Господь Иисус Христос это возрождение еще уподобил воскресенью из мертвых, говоря... Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 25 стих. Но одна вера и желание человека недостаточны. Нужна благодатная сила, которая осуществила бы духовное рождение человека. Эта благодатная сила проникает в человека во время его погружения в воду при крещении. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова». Послание Ефесянам, 5 глава, 25 по 26 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание Титу, 3 глава, 4 по 6 стих. «Крещение спасает» – 1 послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Севы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» – послание Галатам, 3 глава, 27 стих. Господь Иисус Христос установил таинство крещения после Своего воскресения из мертвых, когда явившись Своим ученикам, сказал им «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Следуя этому повелению Спасителя, апостолы всюду, куда приходили, проповедовали веру в Иисуса Христа и крестили у веровавших. Первое массовое крещение было совершено в день Сошествия Святого Духа на апостолов, когда после проповеди апостола Петра слушатели спрашивали, что им делать, чтобы спастись. Апостол Петр сказал им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние святых апостолов, 2 глава, с 37 по 38 стих. «Мы, крестившиеся во Иисуса Христа, в смерть Его крестились. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание Римлянам, 6 глава, с 3 по 4 стих. Умерший на кресте, Господь Спаситель вознес грехи наши на крест и стал очищением наших грехов. То крестится, тот погружается в смерть Христову и в очистительную силу Его крестных страданий. Эта сила уничтожает всякий грех, так, что и следов его не остается. Здесь бывает нечто подобное погружению дорогого сплава в химический раствор, который съедает все дешевые и ненужные примеси и оставляет одно чистое золото. Человек, очищенный от греха, освобождается от его насилия и получает свободу для духовного образа жизни. В Священном Писании, в Библии, духовное рождение называется еще первым воскресением, в отличие от второго физического, который произойдет перед концом мира. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение, книга Откровения, 20 глава, 5 стих. Крещеный становится возлюбленным чадом Божиим, усыновленным ему благодатью Христовой. Это не значит, что в крещении человек автоматически освобождается от всех соблазнов и от духовной борьбы. Духовный подвиг неизбежен, пока человек находится в этом мире, полном соблазнов. Разница между крещеным и некрещенным заключается в том, что некрещеный порабощен грехом, не имеет сил бороться с ним, а крещеный освобожден от рабства греху и получает помощь бороться с соблазнами. Христианину важно понять, что преодолевая искушение, он нравственно совершенствуется, духовно растет и крепнет. И в этом заключается необходимость личного подвига. Если бы не существовало борьбы, то не существовало бы и праведников. Но в борьбе с соблазнами он не одинок. Он получает великую помощь от Духа Святого в таинстве миропомазания, которое обычно совершается сразу после крещения. Крещению всегда предшествовало ознакомление с верой. Этот период оглашения продолжается от трех до пяти лет. Христианин по вере, принявший крещение, сознавая не только умом, но и всем своим существом, что в этом таинстве он обретает новое, доселе неведомое ему понимание жизни, вступает в абсолютно новые отношения с миром. Вся жизнь церкви, как в те времена, так и поныне, коренится в той новой жизни, которая воссияла из гроба на рассвете первого дня недели, первого дня нового творения. Евангелие от Матфея, 28 глава, 1 стих. «Тайна крещения – есть дверь Божией благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасает нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов, становимся призванными ко всему закону христианскому, в особенности к благоговейному причащению тела и крови Христовой под видом хлеба и вина». Святой Дмитрий Ростовский Во-первых, это таинство уничтожает все грехи – в младенцах первородный, во взрослых и первородный, и произвольный. Во-вторых, воссозидает человека и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и безгрешности. Православное исповедание «Если кто и добр по делам, но не получил запечатление водою, не войдет в Царство Небесное». Святой Кирилл Иерусалимский Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через таинство крещения. Святой Амвросий Медиаланский «Вы должны познать, каким путем можно достичь отпущения грехов и получить надежду наследия благ обетованных. Другого пути к этому нет, кроме того, чтобы, познав Христа и омывшись крещением в уоставлении грехов, начать потом жить безгрешно». Иустин, философ «Пришел Господь, и ту славу, и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему крещением». Ефрем Сирин «Великая вещь крещения, есть пленных искупления, грехов отпущения, смерть греха, возрождение души, одежда светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утешение райское, ходатайство царствия, дар усыновления». Так как человек состоит из души и тела, то и очищение двояко, бестелесное для бестелесного и телесное для тела. Вода очищает тело, а дух запечатлевает душу, чтобы нам приступить к Богу с сердцем, окропленным и телом, омытым чистой водой. Святой Керилл Иерусалимский «Что для Христа Господа были крест и гроб, то для крещаемых и есть крещение. И как Христос умер плотью и воскрес, так и мы умираем греху и воскресаем для добродетели силою Божией». Симеон Новый Богослов «Великое Таинство Крещения совершается тремя погружениями и тремя призываниями, чтобы и образ смерти отпечатлелся в нас, и просветились души крещаемых через предание им боговедения». Святой Василий Великий «Не презирая врачества заклинания пред крещением, не рабщи на его продолжительность, и это есть испытание искренности, с какой приступаешь к крещению». Григорий Богослов «Отрекаюсь сатаны и всех дел его». Каких дел? Блуда, прелюбодеяние, нечистоты, лжи, воровства, зависти, гадания, ворожбы, раздражительности, гнева, хулы, вражды, ссоры, ревности, отрекаюсь пьянства, бесовских песен, вызывания духов. Нет и времени перечислять все. Отрекаемся всего, именуемого худым, что ненавидит Бог». Ефрем Сирин «Когда мы крещаемся, душа наша, очищенная духом, делается светлее солнца, и мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но еще и сами получаем от нее некоторое сияние. Как чистое серебро, лежащее под солнечными лучами, так и душа, очищенная духом Божиим, принимает лучи от славы духа и отражает их в себе. Иоанн Блатоуст. Крещение, принявшее в младенчестве и недостойно прожившее всю жизнь, будут иметь большее осуждение, чем некрещенные, как поругавшие святую одежду Христову». Симеон, Новый Богослов. «Крещение на нашем русском языке созвучно с крестом, счастливое созвучие, ибо хотя видимое действие крещения есть погружение, но существо его есть с распятия Христу на внутреннем, духовном кресте. Епископ Феофан Затворник. «Христианин, помни обеты, данные не человеку, но Богу при святом крещении. Страшно солгать Богу. Бог поругаем не бывает. Взыщет он с тебя обеты твои, когда позовет тебя к себе на суд. Там ты увидишь, кому ты солгал, не сохранив обетов своих. Вспомни их ныне и покайся и твори дела достойные твоих обетов, чтобы не с ложью явиться на суд и не разделить участь со лживыми. Должен христианин, как обновившийся Божией благодатью, к лучшему стремиться расти во Христе и приходить». В мужа совершенного. Послание Ефесянам, 4 глава, 13 стих. «Но он в худшее впадает и делается злее язычника и идола поклонника. Такому крещение будет во обличение в день суда Христова, если не покается и не исправится, и не омоет скверн своих сокрушением сердца и слезами». Святой Тихон Задонский. «У тебя есть младенец? Не давай времени усилиться повреждению. Пусть освящен будет во младенчестве и с малых ногтей посвящен духу. Ты боишься печати? По немощи естества, как малодушная и маловерная мать». Но Анна и до рождения обещала Самуила Богу, и по рождении вскоре посвятила, и воспитала для священной Ризы, не боясь человеческой немощи, но веруя в Бога». Григорий Богослов. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 25 стих. «Не станем называть детей именами случайными, но именами мужей святых, просиявших добродетелями, но только на эти имена пусть не надеются ни родители, ни дети, потому что имя без добродетели не приносит никакой пользы». Иоанн Златоуст. «Уверовавшие в Бога и крестившиеся должны тотчас быть готовыми терпеть искушения и от своих домашних, ибо кто не готов к этому, тот при постигшей внезапно опасности легко приходит в колебании». Василий Великий. Симеон Солунский именует крещение вторым рождением. Григорий на Зианзин крещение называет новым рождением из купели. Крещаемый при погружении становится не только лицом на восток, но и должен быть весь наг, говорит Симеон Солунский. Тогда крещаемый водится в воду весь нагий, как и родился и как был создан. Святой Дионисий говорит, священноначальник, стоя над ним крещаемым, при возглашении его имени трижды погружает его в воде, призывает три ипостаси божества при троекратном погружении и возвождении крещаемого из воды. Выходящего из воды одевали во всю белую одежду. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, «Совлекся ты одежд ветхих и облекся в белые. Потому ты принял белые одежды, чтобы они были знаком того, что ты совлек с себя покрывало грехов и облекся в чистые и белые одежды». Оправдание. Святой Амвросий Новая Скрижаль страница 379 Итак, что же требуется для крещения? Вера и вода. Сегодня же нет ни первого, ни второго. Самое ужасное, что совершилось за последние годы на Руси, это обмерщение церкви, смешение света и тьмы, веры и неверия. Церковь превратили в торговую точку. Тысячи в кавычках крещеных, кто и не верит, и ему лишь волосы головы слегка смочили водой, считают себя православными, но так и остаются вне церкви. Иоанн Златоуст говорит, чтобы обратить человека к вере, нужны тысячи талантов у проповедующего благую весть, а для того, чтобы крестить, не лоб мочить, не нужно ни одного таланта, но достаточно, чтобы священник был законно рукоположен, то есть по нисходящей линии имел прямую связь через епископов с апостолами, со Христом, и не был запрещен от архиереи. Любой священник может проверить себя, кто он, пастырь и отец, или артист и коммерсант. Пусть на деле исполнит то, что возглашает, оглашенные, изыдите, двери, двери, пусть на деле исполнит эти возгласы, выведет готовящихся к окрещению, оглашенных и отлученных за грех, чтобы была далее воистину литургия верных. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Псалом 77, 8 стих. Чтобы читающий сие мог достоверно убедиться, что никогда и никто из святых мужей православия не признавал за крещение сегодняшнее лже-крещение, ознакомимся с высказываниями самых популярных из них. Иного учения в церкви не было и нет. А мочение волос головы это все католическое, папское развращение православия. Вот почему в Библии самые гневные слова говорит Бог на священников, испортивших виноградник его, ведущих овец его ложным путем в погибель, не допускающих войти в Царство Небесное. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью. Книга пророка Иеремии 12 глава 10 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Первое. Погружение. Заповедь Христа. Научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея 28 глава 19 стих. Слово крестя по-гречески «баптизантес», что означает «погружая». Всюду, где стоит слово «крестить», в греческом оригинале стоит слово «погружать». На вопрос нежелающих крестить полным погружением, где же в Священном Писании говорится, что именно полным погружением нужно крестить? Ответ самый точный везде, где стоит слово «крещение». Крестить ставь «погружение». Погружать. Такой перевод дан на всех языках мира. И только в русском и славянском языках слово «крещение» подчеркивает духовный смысл от слова «крест». Приготовиться страдать. Второе символ «погребение». Мы погреблись с ним крещением в смерть. Послание римлянам, 6 глава, 4 стих. Погребение во всех народах означает сокрытие сглаз. Если тело остается на виду, не скрыто в земле, значит, человек не погребен. Если человек не скрывается весь в воде, он не погребен, не крещен. Крещение обозначает тридневное пребывание Христа во гробе. Кирилл Иерусалимский во втором тайноводственном слове в этом смысле растолковывает этот стих римлянам, 6-4. «В погружении, как в ночи, ничего не видно, а при изникновении из воды снова как бы стали пребывать во дни». Так ли ныне делают, не погружают, не хоронят по образу кого погребают, когда тело гроб на виду, как в мавзолее на Красной площади. Все целое погружение в Духа Святого, все целое погружение в воде, все целая отдача себя Христу. Внешний обряд отображает внутреннее духовное состояние. Неполное погружение отражает неполную отдачу Христу, хотя в отдельном случае может быть, что человек всецело отдаваясь Христу, принимает неполное погружение. Отсутствие возможности или отсутствие научения не знал. Если кто в болезни просвещен крещением, то не может произведен быть во пресвитера, ибо вера его не от произволения, но от нужды. Разве токмаради после открывшейся добродетели и веры и ради скудости в людях достойных. Неокисарийский двенадцатая обливанцев в болезни не возводить в пресвитеры. Третье. канон. Если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения, да будет извержен. Апостольские правила сорок девятое, пятидесятое. Четвертое. Отцы церкви. Святой Василий Великий, великое таинство крещения совершается тремя погружениями и равным им по числу призываниями Отца, Сына и Святого Духа. Чтобы и образ смерти Христовой отпечатлелся в нас и просветились души крещаемых через преподание им Боговедения. Богословские труды Москва том 10 страница 142-145 и о Святом Духе глава 27 Святой Иоанн Златоуст в 9 томе в толковании на деяние святых апостолов 10 10 объясняет троекратное поднимание сосуда в виде полотна с животными птицами присмыкающимися что это означает троекратное погружение крещаемого в воде. Тертулиан трижды погружаемся как Господь определил в Евангелии о венке воина глава 3 и в крещении о троекратном погружении. Послание апостола Варнавы написано не им, но текст древнейший со второго века. Мы входим в воду отмеченные грехами и нечистотами, выходим же из воды плодоносящими в сердце. Глава 11 Климент Александрийский Педалион книга 3 глава 1 Апостольские постановления 3 век книга 7 глава 16 Потом епископ или подчиненный тебе пресвитер, произнося над ними поименно священное призывание отца и сына и святого духа погрузи их в воде. Иоанн Златоуст беседа 25 на Иоанна Когда мы погружаем свои головы в воде, как бы во гробе, вместе с тем погребается ветхий человек, потом, когда мы восклоняемся, выходит новый человек. Григорий Низкий Слово на крещение Господне Как Спаситель был сокрыт в земле, так и мы скрываемся в воде. Троекратным погружением в оную. Митрополит Киприан XIV век Крещение же святое творить и тако не обливать водой, как латиняне делают, но погружать в реке или в сосуде чистом, установленном на сие. Письмо к Афанасию. Пятое. Требник. При рукоположении все дают обет никогда ничего произвольно не менять из установленного святыми отцами святыми соборами. Крещается раб Божий во имя отца аминь и сына аминь и святого духа аминь. на каждом приглашении низводя его и возводя из воды. Москва 1979 год 51 страница настольная книга священнослужителя том 4 страница 229 и 232 говорится четко о погружении крещаемого Москва 1985 год с погребения Христу внешним образом выражается погружением крещаемого в воду погружаясь мы как бы скрываемся от мира и перестаем для него существовать выходя из воды мы воскресаем настольная книга том 5 страница 250 Москва 1986 год шестое на Руси как было раньше и как стало нынче полное погружение в 1274 году Владимирский собор очень авторитетный в истории русской церкви запрет на обливательное крещение только погружение в 17 веке при патриархе Филарете 1618 33 года обливанцев перекрещивали в 17 веке греческая церковь заняла резкое отношение к латинянам католикам после Константинопольского собора 1736 года католиков стали перекрещивать одна из причин обливания у католиков крапления в 1620 году Московский собор постановил принимать латинян через крещение в 1667 году собор реформа Никона это отменил смотреть богословские труды юбилейный сборник МДА 300 лет Москва 1986 год обливание ересь кроме тех исключительных случаев как первое в тюрьме второе на одре болезни третье в степи при плене священники произвольно совершающие обливание должны быть извергнуты если не прекратят эту погибельную практику небрежение как призывающую проклятие Божие проклят кто дело Господне делает небрежно книга пророка Иеремии 48 глава 10 стих Итак для вас священники это заповедь если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу говорит Господь Саваоф то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце книга пророка Малахии 2 глава с 1 по 2 стих Стоглавый Собор 1551 год глава 17 А детей бы крестили в церквах по уставу и по преданию святых апостолов и святых отцов а не обливать водой но погружать в три погружения как написано в печатных служебниках и так погрузив крещаемого по всем помазывает его святым миром и облечет его во все новое прежде взявший его на руки преемнику и поет иерей блаженни им же отпустишеся беззакония и им же прикрышеся грехи и прочее а кумбы был один мужеского пола а другой женского больше того не подобает Санкт-Петербург 1863 год Стоглавый императорская императорская академия наук и патриарх адриан вот как описывает архидиакон Павел Олепский крещение на Руси Смотреть Крещаемый Крещаемый Впадавший Впадавший в Унию соседствуя с католиками и научаясь по их обычаям и книгам небрежению Еремия 4810 И вот мы видим как украинцы и белорусы хлынув на заработки в Россию в Сибирь до Дальнего Востока буквально все заразили латинским ложное в кавычках крещение бродобритие табакокурение театральность в служении и разложили Русскую Православную Церковь изнутри своим латинством и неверием и ныне не творят даже обливания против которого боролись святые отцы а просто едва мокрой ладонью мочат волосы на голове ныне идет мочение лбов при обливании человек раздевался и лили на него воду обливали трижды полностью всего с головы до ног и если в купеле человек должен возрождаться то ныне он удушается по повелению фараона исход первая глава иудеи же строго следили за правильностью обрезания и никакой подобной погибельной вольности никогда не допускали две женщины обвинены были в том что обрезали своих детей и за это привесив к сосцам их младенцев и пред народом проведя по городу не извергли их со стены книга вторая маковейская шестая глава десятый стих а то что происходит ныне в крещальных есть абсолютное небрежение полная противоположность евангельскому повелению собором святым отцам и даже и не обливание а жуткая профанация крещения русь ныне нуждается в полной катехизации в покаянии в обращении и в полном крещении читайте иеремия 23 глава какой гнев ожидает пастыри за такое проклятое небрежение иеремия 48 10 святой иоанн златоуст говорит большая часть священников погибает том 8 в настольной книге священнослужителя том 3 страница 601 описана молитва преподобного Серафима Саровского о русских архиереях и священник чтобы Бог помиловал их а грозный ответ Божий гласит не помилую их ибо будут учить учением и заповедям человеческим сердца же их будут стоять далеко от меня Господь открыл мне что будет время когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте и зато гнев Божий поразит их и даже столь страшное пророчество преподобного не устрашает латинских выучеников и гаражам личных машин и столовым и мастерским нашли места на территории церковной но нет места только для научения народа и для крещальни для взрослых для полного погружения враг рыкает во святилище все разрушил поставили знаки свои вместо знамений наших псалом 73 3 4 стихи вместо крещения Христова изобрели кощунство для вымогания денег и обмана простодушных от того от такого в кавычках крещения никто ни для греха не умирает ни ко Христу не приходит ни жизни не меняет все ложь поистине слепец слепца ведет и оба и креститель и крещеный в кавычках упали в яму небрежения невозрожденности бездуховности и не евреи только масоны и коммунисты и еретики виновны в том что народ не научен не возрожден не крещен но именно и более всего пастыри-наемники ставшие лютыми волками Евангелие от Матфея 7 глава 15 стих Евангелие от Иоанна 10 глава 12 стих Ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стада и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою Деяния святых апостолов 20 глава 29 стих Архиерей ставит в священники мальчишек 18-летних а правила 6-е вселенского собора 14-е 15-е категорически запрещают ставить священники раньше 30-летнего возраста правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем дабы его пресвитера прежде 30 лет не рукополагать и если бы человек и весьма достоин был но отлагать до уроченных лет ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить подобный диакон прежде 25 лет и диаконисса прежде 40 лет да не поставляется и по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста если же кто какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен и никакой поместный собор как 1917-1918 годов отменить не может решение Вселенского Собора древний текст учения 12 апостолов дидохи глава 7 2 век что же касается крещения то крестите так прежде провозгласите все это то есть всему научив крестите в живой воде то есть протекающей в реке во имя отца и сына и святого духа если же нет живой воды крести в другой воде если не можете в холодной то в теплой если нет ни той ни другой возлей воду на голову трижды во имя отца и сына и святого духа крещение погружением основная практика с начала христианства и до 12 века и на востоке и на западе тому почти бесчисленное множество свидетельств обливание допускается исключительно как только при полной невозможности погрузить человека полностью в воде это было как крайняя мера вынужденности при нахождении в тюрьме в лагере в плену в степи у татар болезнь на смертном одре готовящиеся к крещению должны обучаться в вере и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитеру шестой вселенский собор семьдесят восьмое правило сравните с тем как обращаются с этим правилом ныне почти повсеместно пришел заплатил что-то вычитывает священник сам же вопрошая и отвечая стоя рядом с купелью в которой нет никакой возможности погрузить даже недоношенное дитя готовить и учить нужно в болезни принявшим крещение и потом получившим здравие подобает изучать веру и познавать что божественного дара сподобились лаодикийский собор правило сорок седьмое крестившиеся должны очищением жизни приближаться к богу шестой вселенский собор девяносто шестое правило а ныне крестившиеся в кавычках уходят и уходят навсегда в мир никто и не думал очищаться изменять жизнь и все в крещальне есть обман кощунство небрежение корысть денежная симония месячный минимальный оклад плата за крещение от языческого жития недавно приступивших к вере не должно скоро приводить к духовной купели первый вселенский собор правило второе и лаодикийский сорок пятое а что ныне видим вообще от языческого жития не думал человек приходить ему лоб помочили отняли деньги и он ушел и никто не думает его искать а ведь он уже не оглашенным а верным в кавычках называется еретического крещения не должно принимать апостольское правило сорок седьмое и так относительно вопроса о кафарах чистые смотри второй вселенский собор правило седьмое и речено прежде и ты благорассудительно упомянул якоподобает последовать обычаю каждой страны потому что их крещение различно думали рассуждавшие осем предмете в свое время крещение пепузиан по моему мнению не имеет ничего в свое защищение и я удивился как не приметил сего великий Дионисий будучи искусен в правилах ибо древние положили принимать крещение ни в чем не отступающие от веры посему иное нарекли они ересью иное расколом а иное самочинным сборищем еретиками называли они совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждившихся раскольниками разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах допускающих у врачевания а самочинными сборищами собрания составляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом например если кто был облечен во грехе удален от священнослужения не покорился правилам а сам удержал за собой предстояние и священнослужение и с ним отступили некоторые другие оставив кафолическую церковь сие есть самочинное сборище о покаянии мыслить иначе нежели как сущие в церкви есть раскол ереси же суть например манихейская валентинская маркианитская и сих самых пипузиан ибо здесь есть явная разность в самой вере в бога почему от начала бывшим отцам угодно было крещение еретиков совсем отметать крещение раскольников как еще не чуждых церкви принимать а находящихся в самочинных сборищах исправлять приличным покаянием и обращением и снова присоединять к церкви таким образом даже находящиеся в церковных степенях отступив вместе с непокорными когда покаются нередко приемлются снова в тот же чин пипузиане же явно суть еретики ибо они восхулили на духа святого нечестиво и бесстыдно присвоив наименование утешителя монтану и прескилле посему боготворят ли они человеков подлежат за сие осуждению оскорбляют ли духа святого сравнивая его с человеками и всем случаем повинны вечному осуждению и вахулана духа святого не отпускается какая же была бы сообразность признать крещение тех которые крестят во отца и сына и в монтана или прескиллу ибо не суть крещены крестившиеся в то что нам не предано посему хотя великий Дионисий и не приметил сего но нам не должно соблюдать подражания неправильному ибо нелепость сама собою явно и ясна для всех имеющих хотя несколько рассуждений кофары суть из числа раскольников однако угодно было древним как то Киприану и нашему Фермиллиану единому определению починить всех сих кофаров янкротитов и драпаро статов и апотоктитов ибо хотя начало отступления произошло через раскол но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати святого духа ибо оскудело преподание благодати потому что пресеклось законное преемство ибо первые отступившие получили посвящение от отцов и через возложение рук их имели дарование духовное но отторженные соделавшись мирянами не имели власти ни крестить ни рукополагать и не могли преподать другим благодать святого духа от которой сами отпали потому приходящих от них к церкви как крещенных мирянами древние повелевали вновь очищать истинным церковным крещением но поскольку некоторым в оси решительно угодно было ради назидания многих принять крещение их то да будет оно приемлемо подобает же нам усмотреть злоухищрение иен кротитов они досадил себя неудобно приемлемыми для церкви умыслили предускоряя совершать собственное крещение через что и собственный свой обычай изменили и так поскольку от них ничего ясно не изречено думая что прилично нам отвергать их крещение и если бы кто принял от них оное такого приходящего к церкви крестить но если сие может быть препятствием общему благосозиданию то паки подобает держать обычая и следовать отцам благорассмотрительно устроившим дела наши ибо я опасаюсь чтобы нам тогда как хотим удержать их от поспешного крещения не оттолкнуть спасаемых строгостью отлагательства если же они сохраняют наше крещение сиеда не устыжает нас ибо мы обязаны не воздавать им за то благодарность но покоряться правилам с точностью всемерно же добудет установлено чтобы после их крещения приходящие к церкви были помазуемы от верных и так приступали к таинству впрочем ведаю что братья заина и сатарнина бывших в их обществе мы приняли на кафедру епископскую почему соединенных с их обществом уже не можем строгим судом отчуждать от церкви постановив принятием епископов как бы некое правило общения с ними Василия Великого первое правило и крещенных еретиками должно перекрещивать апостольское правило 47 68 обращающихся от ереси так называемых фригов хотя бы находились в мнимом у них клире и величайшими именовались со всяким тщанием оглашати и крестите епископом и пресвитером церкви Лаодикийский восьмое Василия Великого первое присоединяющихся к православию и к части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю Ариан Македониан Савватеан и Павотеан именующих себя чистыми и лучшими 14-ти дневников или тетрадитов и аполинаристов когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь не мудрствующую как мудрствует святая Божия кафолическая и апостольская церковь приемлем запечатлевая то есть помазуя святым миром во-первых чело потом очи и ноздри и уста и уши и запечатлевая их глаголем печать дара Духа Святого Евномиан же единократным погружением крещающихся и монтонистов именуемых здесь фригами и Саввилиан держащихся мнение о сына отечестве и иное нетерпимое творящих и всех прочих еретиков ибо много здесь таковых наипаче выходящих из галатийской страны всех которые из них желают присоединены быть к православию принимаем как язычников в первый день делаем их христианами во второй оглашенными потом в третий заклинаем их с троекратным дуновением в лице и в уши и так оглашаем их и заставляем пребывать в церкви и слушать писание и тогда уже крещаем их второй вселенский собор седьмое правило шестой вселенский собор девяносто пятое крещение раскольников должно принимать Василия Великого первое без сноватого не крестить пока не освободиться или лишь при конце жизни Тимофея правило второе жену оглашенную если ко дню крещения приключиться ей обычной женам не крестить доколе не очиститься Тимофея шестое приходящих к крещению тщательно исследовать ради чего пришли креститься житие и нрав их узнавать при худом свидетельстве о нем господина его да будет отвержен доколе явится достоин господину своему апостола Павла правило первое оглашенный три лета да получается если же будет подчалив усерден да будет приятен принят не времени босс смотри но обычая апостола Павла правило четырнадцатая сейчас ни веры ни жизни крещаемого не спрашивают было бы заплачено квиток на руках есть все же правила должны быть внушаемы при рукоположении дабы не поступали против их карфагенский двадцать пятая антиохийский двадцатая за нарушение правил извержения иссана анафема седьмой вселенский правило первое шестой вселенский второе содержимое в древности должно соблюдать карфагенский третье притворно делающихся христианами в общении и в церковь не принимать и детей их не крестить седьмой вселенский восьмое правило непокорных церковным увещанием и эпитимиям должно предавать суду гражданского правительства апостольское и божественное правило подвергают извержению священников дерзающих бить верных согрешивших или неверных нанесших обиду апостольское правило двадцать седьмое ухищряющиеся угодить своему гневу и превращающие апостольские установления разумеет все только обьющих собственноручно хотя оное правило ничего такого не означает и правый смысл так понимать не попускает ибо поистине было бы нерассудительно и весьма погрешительно если бы нанесший собственноручным биением три или четыре удара подвергаем был извержению а между тем по данной свободе бить посредством повеления простерший истязание до жестокости и до смерти оставался бы ненаказанным и так поскольку онным правилам определяется наказание забиение вообще то и мы согласно определяем подобает бог священнику божию вразумлять неблагонравного наставлением и увещанием иногда же и церковными епитимиями а не устремляться на тела человеческие с бичами и ударами если же некие будут совершенно непокоривы и вразумлению через епитимии непослушны таковых никто не возбраняет вразумлять преданием суду местных гражданских начальников ибо пятым правилом антиохийского собора постановлено производящих в церкви возмущение и крамолы обращать к порядку внешнюю властью ибо ибо не должны быть вводимы новости вопреки писаниям и церковным правилам сие же пишем поставляя преграды не тем которые в церкви божии по писанию подвижничествовать желают но тем которые подвижничество приемлют в повод гордости возносятся над живущими просто и вопреки писаниям и церковным правилам вводят новости таким образом мы и девство со смирением соединенное чтим и воздержание с честностью и благочестием соблюдаем и приемлем и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем и брачное честное сожительство почитаем и богатство с правдой и благотворением не уничижаем и простоту и малоценность одежд употребляемых токмараде попечения о теле неизысканного похваляем а изнеженного в мягкой одежде хождения отвращаемся и дома божии почитаем и собрания бывающие в них как святые и полезные приемлем не заключая благочестия в домах но почитая всякое место созданное во имя божие и хождение в церковь божию на пользу общую приемлем и избыточествующие благотворения братья по преданиям посредством церкви нищим бывающей ублажаем и доскажем вкратце желаем чтобы были в церкви все принятое от божественных писаний и апостольских преданий первый вселенский второе по нужде и другим побуждениям человеков многое происходило в древнее время не по правилам церкви но впредь такого ничего не должно быть первый вселенский собор второе правило из действующих ныне 719 правил вселенских и поместных соборов и святых отцов эти правила должны регламентировать всю церковную жизнь 413 правил то есть 57 процентов их ежедневно умышленно целенаправленно нарушаются и считаются как бы несуществующими может ли епископ или патриарх или даже сенот заставить священника поступать вопреки правилам святых соборов никогда и никому сие не позволяется 6 вселенский 2 7 вселенский 1 православные члены клира свободны от подчинения отступившим от православия епископам если же которые епархиальные епископы не присутствовали на святом соборе и в отступлении приняли или покусятся принять участие или подписав извержение нестория перешли к отступническому сонмищу таковым по изволению святого собора совершенно быть чуждым священства и изверженным со своей степени 3 вселенский собор 2 правило сличи двукратный собор правило 15 что значит отступивший от православия поступающий вопреки священного писания священного предания вопреки соборным правилам святых отцов святые отцы под страхом отлучения запретили толковать Библию по своему разумению вопреки учению православной церкви предстоятели церкви должны по вся дни особенно же во дни воскресные поучать весь клир и народ славесам благочестия избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины и не приступая положенных уже пределах и предания богоносных отцов и если будет исследуемо слово писания то не иначе да изъясняют оное разве как изложили светило и учители церкви в своих писаниях и сими более да уст доверяются нежели составлением собственных слов дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего ибо через учение вышереченных отцов люди получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом неведения но внимая учению побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение шестой вселенский девятнадцатая девятая важность постановлений соборных дело вопреки постановлениям церковным и правилам святых апостолов нововводимое и посягающее на свободу всех возвестил боголюбезнейший соепископ Ригин и сущие с ним благоговейнейшие епископы Кипрской области Зенон и Евагрий чего ради поскольку общественные болезни требуют сильнейшего врачевства как больше вред приносящие и особенно если и древнего обыкновения не было чтобы епископ града Антиохии совершал постановление в Кипре как письменно и словесно возвестили нам благоговейнейшие мужи к святому собору пришедшие то начальствующие во святых кипрских церквах да имеют свободу без притязания к ним и без стеснения их по правилам святых отцов и по древнему обыкновению сами собою совершать поставление благоговейнейших епископов тоже да соблюдается и в иных областях и повсюду в епархиях дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал власти на иную епархию которая прежде и сначала не была под рукой его или его предшественников но если кто простер и насильственно какую епархию себе подчинил да отдаст он ее да не приступаются правила отцов да не вкрадывается под видом священодействия надменность власти мирской и да не утратим помалу неприметно той свободы которую даровал нам кровью своею Господь наш Иисус Христос освободитель всех человеков и так святому и вселенскому собору угодно чтобы всякая епархия сохраняла в чистоте и без стеснения сначала принадлежащие ей права по обычаю издревле утвердившемуся каждый митрополит для своего удостоверения может невозбранно взять список всего постановления если же кто предложит постановление противное тому что ныне определено угодно всему святому и вселенскому собору да будет оно недействительно 3 вселенский 8 1 вселенский 2 апостольское правило 47 делает огромное различие крещенных священниками от крещенных не священниками епископ или пресвитер если имеющего истинное крещение вновь окрестит или окрещенного нечестивыми вновь не окрестит да будет извержен как осмеивающий крест и смерть Господню и не различающий священников от несвященников древние положили принимать крещение ни в чем не отступающие от веры Василия Великого 1 в духовном луге издания Троицы Сергиевой Лавры 1915 года страница 176 описан случай на который так любят ссылаться мочители лбов что дескать достаточной одной капли воды и даже слюны и даже песком можно присыпать и будет это все равно подлинным крещением ни в житиях ни в правилах нет такого утверждения и вот как выглядит в действительности этот случай с присыпкой песком идя по пустыне монахи обратили к вере молодого еврея который потом тяжело заболел братья крестили в кавычках его песком а когда пришли к епископу Дионисию этот велел крестить в кавычках крещенного песком еврея в воде ни во что признав крещение песком если человек не имеет достоверных доказательств что он был в детстве крещен то должен немало не сомневаясь принять крещение хотя бы оно могло оказаться вторым при недоказанности детского крещения шестой вселенский собор правило восемьдесят четвертое последуя каноническим постановлениям отцов определяем и о младенцах каждый раз когда не обретаются достойные свидетели несомненно утверждающие что крещены суть и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ при поданном им таинстве должна без всякого недоумения крестить их да таковое недоразумение не лишит их очищения таликою святынею здесь же в духовном луге на странице 195 глава 198 описывается случай Афанасия Великого спросили можно ли считать крещенными тех кто не веруя на самом деле и лишь притворяясь верующими и спросил себе крещение по каким-то посторонним обстоятельствам как нынче почти в 99 случаях из 100 крещение совершается по ложным причинам послушайте отвечал Афанасий Великий что говорят старцы когда была сильная смертность многие без околичности принимали святое крещение из страха смерти блаженному мученику Петру явился некто в виде ангела и сказал да коли вы будете посылать сюда запечатанные мешки но совершенно пустые без всякого содержания внутри а ныне же эти мешки в кавычках и не запечатанные так как всюду идет не истинное крещение а мочение макушки головы потому мешки и наполнены дерзостью самостью неверием ложью невозрожденностью и всеми плотскими делами для тех чья жизнь после принятия таинства остается такой же как и до принятия таинства чья душа не свергла с себя страстных нечистот говорит григорий низкий брат василия великого врождаемом немало не оказалось дара святого духа ибо христос соединивший с собой с богом человека соединяет только то что достойно соединиться с богом и для таковых даже полное погружение в воде ничего не дает но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет в вас если же кто духа христова не имеет тот и не его послание римлянам 8 глава 9 стих был сухой грешник теперь стал мокрый грешник диакон филипп сошел в воду с евнухом деяния 8.38 вот выдержки из православного вестника окружного послания Никифора архиепископа славянского и херсонского 1754 года церковь православная везде всегда крестила и крестит только через погружение а что и во всей Малороссии Украине прежде таким же образом крестили младенцев в том нет никакого сомнения святой Владимир и царство в Киеве принял веру и все обряды церковные у греков заимствовал которые прежде и теперь крещают через погружение странным кажется после этого что те которые имели учителей греков и которых крестили греки крещаются теперь не через погружение впрочем думаем не без основания что крестить посредством обливания стали первоначально в Киеве а потом и по всей Малороссии такое отступление произошло с того времени когда униаты завладели киевской митрополией в римской церкви до 12 века крестили посредством погружения а потом начали крестить не только через обливание но и через окропление из всего следует что из всех православных одни только малороссы украинцы отменив погружение крещают посредством обливания а это самое подало случай раскольникам обличать нас в том что мы пренебрегши преданием святых апостолов которые без перемены содержатся во всей православной церкви последовали обычаю папистов католиков которые в числе различных неправильных отменений дерзнули переменить святое крещение божественный апостол павел весьма похваляет коринфян за сохранение преданий сими словами хвалю же вас братья что все мое помните как я передал вам и держите предание первое послание коринфянам 11 глава 2 стих второе послание фессалоникийцам 2 глава 15 стих способ крещения посредством троекратного погружения есть предание апостольское которое твердо и беспрекословно сохраняет вся православная церковь от времени апостолов даже до сего дня а какая опасность угрожает если что-либо из преданного во святом крещении будет опущено об этом довольно ясно говорит святой василий беда бывает когда кто-либо умрет без крещения или когда будет что-либо опущено из преданного при совершении крещения для чего же мы делаем упущение в столь важном деле почему и мы не сохраняем сего святого и апостольского предания крещения через погружение да не уклонится сердце мое к извинению дел греховных псалом 140 4 стих повинующимся и охотно имеющим исполнить это наше повеление обещаем божие благословение вечную славу и наше пастырское благословение православный вестник 1989 июнь июль номер 25 26 страница 12 из речей патриарха Алексея 2 Редигера сейчас крестится много взрослых и им необходимо создать все условия чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами через полное погружение прошло полтора года с того момента как я обращался к духовенству но к сожалению положение не изменяется к лучшему придется видимо в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах в которых имеются баптистерии чтобы не вызывать нарекания среди верующих которые считают это строго необходимым также многие 98% священнослужители словно и не слышали нашего предупреждения прежде должна быть катехизация что она должна совершаться благоговейно и непоспешно но поступающие жалобы свидетельствуют о том что крещение совершается небрежно поспешно сокращаются часто причем сакраментальные его части все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств то есть назначения цен за совершение треб такой священник позор для храма священник требует особой платы даже за крещение венчание отпевание это уже настоящая симония и к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка больше всего поступает жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб в первую очередь это крещение совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого вместо полного погружения в некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых но ряд храмов с этим не торопится считая что не следует в таких храмах крестить взрослых а для катехизации направить их в тот храм где есть баптистерий священнослужитель во всем должен быть примером для своей паства я уверен кто пришел в церковь не ради прибытка а ради служения богу останется многих же мы потеряли как уже теряем и сейчас официальная хроника московской патриархии номер 2 1993 год страница 18 номер 1 3 1994 год страница 34 38 из речи на московском епархиальном собрании все эти и подобные высказывания патриарха о крещении совершенно верные по содержанию есть по сути ничто иное как некая реабилитация самого себя в глазах народа он как бы говорит смотрите я же учу я и обличаю беззаконников а они ничего не хотят делать но у патриарха огромная власть и он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок во вверенных ему делах если он патриарх сам обливанец как и многие почти все архиереи священники выходцы из Белоруссии и Украины то ничто не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовного священника правильно с троекратным погружением крещенного и упросить его чтобы он крестил всех обливанцев начиная с патриарха всех архиереев и священников совершилось бы настоящее крещение Руси образовались бы общины живые братства отделение от мира и возрождение духовной могучей России и немедленно необходимо принести все народное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимое беззаконие за жуткий обман доверившихся им слепотствующих прихожан за проклятые Богом небрежения в преподании крещения и издать указы чтобы безумие с обманом мочение голов вместо троекратного погружения прекратить освященников не подчиняющихся указу извергать из сана пусть идут работать на стройке народного хозяйства блаженный феофилакт на колоссяном 2.12 говорит так и так крещенность погребается Христу троекратным погружением изображая трехдневное погребение Господа и умирая как ветхий и греховный человек из решения Барнаульского епархиального совета под председательством епископа Алтайского Антония Масендича от 2 февраля 1996 года постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула почему же так и не крестят а по-прежнему лишь мокрой ладонью гладят голову за большие деньги потому что провозгласили это наше мочение голов равноспасительно как и погружение а если это так тогда для чего учить погружать и делают по-прежнему вскач как прежде как проще доходнее на погибель ситуация полностью вышла из-под контроля ни патриарха ни архиерея попы не слушаются а самовластно обманывают народ лжекрещением священники оскверняют святыню попирают закон беззаконник не знает стыда они прилежно старались портить все свои действия книга пророка сафонии 3 глава 4 7 стих поэтому всех моченых необходимо крестить с полным погружением как совершенно некрещенных покаяние и крещение основание и начало христианства но когда разрушены основания что сделает праведник псалом 10 3 стих что же еще глаголят батюшки когда увидят что нечего возразить на эти точные доказательства так одной капли достаточно для благодати и когда вот даже так человек крещен в кавычках потом благодать его довершит человек будет ходить будет веровать у нас же экстремальные условия были 70 лет пересохли реки озера водопровод алтай превратился в сахару или в каракумы нет вера от слышания слова божия а не от капли воды проклят кто дело господне делает небрежно и проклят кто удерживает меч его от крови книга пророка иеремии 48 глава 10 стих убойтесь бога суд его не замедлит 10 член символа веры гласит исповедую едино крещение во оставление грехов это значит что крещение как духовное рождение если оно совершено правильно через троекратное погружение во имя отца и сына и святого духа не может быть повторяема поэтому церковь принимает иеретиков вступающих в ее лона без повторения крещения только через миропомазание если они крещены как заповедано евангелем и древней церковью православные люди обновляют в себе таинство крещения покаянием исповедью и причащением святых тайн тела и крови христовых восприемники новокрещенного взрослого или ребенка являются его духовными родителями у мужеского пола мужчина у женского женщина но иногда воспринимают мужчина и женщина на них возлагается забота о духовном развитии воспринятого ими сына или дочери молиться за него нее советом и делом помогать ему или ей в трудные моменты жизни одним словом быть восприемником это не только почетное но и ответственное дело при крещении восприемники нарекаются крестный отец крестная мать крестные родители должны быть православными благочестивыми и церковными людьми чтобы могли правильно влиять на своего восприемника восприемницу обычно кто-то из крестных родителей приобретает нательный крестик для новокрещенного а сегодня крестные совершенно неверующие случайные которых тут же приобщают в кавычках смочив мокрой ладонью головы и скупели и все это есть лютое богохульство и в конечном счете это приведет всех к принятию антихриста имя дается по святцам календарю из тех имен какие есть на этот или на ближайший день если при крещении переменяется имя то желательно на сходное Джузеппе Иосиф Генрих Геннадий если к крещению приступает взрослый или уже имеющий имя и такого имени нет в святцах православных замена имени в крещении может быть и на любое имя православных святых этот святой является небесным покровителем крещаемого день памяти святого называется днем ангела человеку следует знать житие своего небесного покровителя а также надо стараться причаститься в ближайший день к дню своего ангела или в этот день использованы материалы из брошюр отца Александра Миллианта после ставшего епископом аргентинским объявлением в техническом университете бывшем политехническом институте города Барнаула проводятся занятия по изучению Библии православная церковь по вторникам пятницам 18.00 аудитория 410 вход с улицы Димитрова напротив переговорного пункта здесь же проводится подготовка уверовавших во Христа к принятию истинного крещения с троекратным полным погружением в озере которое совершается каждый год в первое воскресенье после 7 июля занятия и крещение всегда проводятся только бесплатно ибо взимание денег за святыню тем более за таинство крещения есть страшный смертный грех симония смотри речь патриарха Алексея 2 симония от имени Симона Волхва пытавшегося купить благодать Духа Святого за деньги